Если хлопают двери. Дверь хлопает из-за того, что происходит удар полотна об коробку. Для этого мы используем простые уплотнители. Вот продаются, видим, такие простые уплотнители для дверей. Они, как правило, имеют в себе, ну, погонометры имеются в виду две ленты. Ну, давайте вот на примере посмотрим. Я для себя взял Е-образные, вот такие, потому что тонкие у меня двери уже были установлены, и поэтому мне нужно было как можно тоньше взять. Подбираем, в общем, себе уплотнители. Желательно, чтобы цвет был ближе к цвету вашей двери. Вот, разорвали их на две части. То есть, получили, как говорится, две полосы. Я брал три метра, в принципе, на дверь межкомнатную хватает три метра. Почему? Ну, поперечка, да, там 80-90 максимум сантиметра. И стоевая со стороны замка тоже около двух метров. То есть, три метра берешь, хватает на две двери. Это, если нужно решить задачу просто, чтобы дверь не хлопала об коробку. Начинаем клеить. Ну, я вот начал сверху клеить. Обратите внимание, я решил просто встык клеить, ничего, как говорится, не подрезать. Вы же можете вот здесь вот, вверху, сразу зарезаться под угол 45 градусов. Потому что, когда поперечку вы будете тоже приклеивать, то у вас будет угол 45 градусов. То есть, он примкнет вообще, как говорится, намного декоративнее, эффективнее. То есть, не будет всяких там щелей. Обратили внимание, что сзади на самоклеящуюся поверхность провощенная такая ленточка наклеена. Она, чтобы, как говорится, не приклеилась просто так, эта лента. Вот ее снимаем, начинаем аккуратно добор, вот выбранную эту часть, заклеивать свой уплотнитель. Итак, идем донизу. Внизу, где нам нужно примыкание, уже по факту отрезаем ножницами. Все, заклеили. И так же само пошли сверху, поперечки. Смотрите, да, я говорил, что я взял и просто в стык склеил, не стал я делать этот угол. Но вы можете срезать угол под 45 и верхний, и нижний вот этой ленты уплотнителя. И будет намного тогда красивее. Если для вас это важно. Обратите такой момент, что если у вас дверь с порожком, и вам нужно, как говорится, отклеить по кругу. Для чего? Тогда, во-первых, у вас пропадет дохлопание дверей, вот этот шум пропадет. Во-вторых, если у вас дверь с порожком, вы можете, вот когда закрыли дверь, у вас вообще никаких сквозняков не будет, и появится шумоизоляция. То есть, помещение, отгороженное такой дверью, будет меньше пропускать, как говорится, посторонний шум. Да, для чего я это вот показываю? Видите, я отметил лентой. Так, пройдем сюда. Вот почему. Вот смотрим, поперечки у нас приклеены. Но я просто показывал, мне нужно было просто вот буквой Г обклеить, да, вверх, и со стороны замка нужно было обклеить. Я добивался только того, чтобы у меня дверь, как говорится, при закрытии не шумела, или там, когда сквозняком ее закрывает, бывает, с окна, чтобы она не ударялась. Не было этого такого шума. Тем более, у меня дверь межкомнатная с вставленными фрагментами стекла, и, как говорится, это все равно нехорошо. Может сквозняком так хлопнуть, что и стекло, это, в принципе, может и посыпаться. Сила удара может быть значительная. Смотрим, если у нас дверь с порожком, и мы хотим не просто, чтобы не шумело, не просто, чтобы не только удара не было, но и сквозняков не было, и шумоизоляция, то вот здесь вот мы начинаем клеить ленту. То есть уже не на эту выбранную часть, а прямо вот так вот в стык выбранной части на кору. Вот я показываю пример. И учтите, что когда вы начинаете вот так вот ее приклеивать, то здесь верхнюю нужно будет подрезать, чтобы вот эта лента, которую мы клеим на поперечку со стороны петель двери, зашла плотно. То есть, чтобы не было такого вот зазора, как видим, потому что мне не надо было это клеить. Это я показываю для примера. Мы здесь вот сверху просто подрезаем. Ну и когда я поклеил эти ленты две, то есть поперечку и вдоль замка, поскольку замок я подгонял по факту, то вот это вот расстояние, то вот это вот расстояние толщины самого уплотнителя хватило, чтобы замок перестал нормально функционировать. То есть я дверь закрываю, все хлопка нет, но замок не срабатывает, потому что уже притвор получился не такой. И на вот это вот расстояние, как говорится, не хватает, чтобы сработал замок. Для этого мы откручиваем вот эту ответную планку. Нам нужно ее будет переустановить. Для этого мы ее открутили и попробовали закрыть. И нам нужно наметить, где будет новое место для язычка замка. Ну я наметил просто так, вы же можете, чтобы точно наметить новое место, так сказать, вы можете открыть дверь, намазать язычком, допустим, зубной пастой, зажать ручку, ну то есть чтобы язычок утопился, прикрыть дверь плотно и резко отпустить ручку, чтобы язычок удавился вместо на дверной коробке. И снова зажать и открыть дверь, и у вас получится четкая отметка, где вам нужно подрезаться, чтобы язычок нормально срабатывал. Но поскольку я говорю, я увидел, как говорится, на глаз, я просто беру стамеску и на глаз подрезаю место, куда будет входить, утопать наш язычок. Вот я подрезал, закрыл дверь с этим язычком, проверил, то есть все нормально срабатывает, все. Замок начал срабатывать корректно, но мне, естественно, нужно теперь ответную планку перекрутить чуть в сторону, но у нас же сместится она, в принципе, ненамного, помним, вот на это расстояние, да, как говорится, на толщину этого уплотнителя. И вот эти вот старые, как говорится, уже теперь отверстия под саморезов, да, под винтов вот этих, которые зажимают ответную планку, нужно было заделать. Я для этого воспользовался простыми зубочистками, у вас, если нет зубочистки, можете простыми спичками, то есть просто вот эти отверстия нужно заделать. Вот видим, я заделал их, приставил, приставил ответную планку, и поскольку у меня вот здесь вот дальше идет вырезанное место под эту планку, и что если ее больше выдвину, то как бы видно будет эта щель, то планку я пододвинул вот до такого уровня. То есть до уровня чуть-чуть, вот она буквально на доле миллиметра заходит за этот уплотнитель, вот так я подвинул ее, и дальше мне нужно будет разметку вот здесь вот сделать. Ну, я обычно делаю шилом, чтобы потом саморезы, как говорится, легко потом войдут в эту коробку и прижмут ответную планку. Вы можете и просверлить, чтобы поточнее было, взять тоненький сверлок и просверлить. Вот чуть сместиться здесь надо, видите, что мы вот здесь вот заделали зубочистками, я в данном случае заделал. Вот я делаю отверстие с шилом, и что теперь получается? Я все сделал, то есть саморезы у меня входят, но ответная планка, вот большинство ответных планок хороших, имеет вот такой вот выступ. Им очень удобно регулировать язычок замка. Для чего это делается? Для того, чтобы дверь как можно плотнее прилегала к коробке, чтобы не было этого люфта, закрыли дверь, и все, она плотно прилегла. И вот смещением этого язычка как раз вот это вот притяжение к коробке и регулируется. Видите, вот оно по диагонали, вернее вот под уклоном так стоит, поджимает. В данном случае это оказалось лишнего, и нужно было этот язычок наоборот загнуть, потому что он уже вот в данном случае мешал, потому что все, как говорится, вымерел по миллиметрам, и нужно было, чтобы замок работал корректно, а вот эта вот планочка чуть не давала, то есть дверь как бы не держалась, он не на полную глубину уходил язычок. Для этого что берем и просто плоскогубцами отжимаем вот этот регулятор. Но здесь, учтите внимание, здесь я просто показываю плоскогубцами для наглядности. И на самом же деле, поскольку ответная планка у нас хромированная, я отгибал, естественно, надев плотную ткань. У меня кусок джинсы было, я накинул и отогнул, то есть до нужного мне, как говорится, значения. Все, вот видите, он туда плотно утопился. Вот еще один, да, такой момент, еще фотка. В общем он утопился, и все. Теперь из срабатывания язычка показываю, как вея работает. Вот захлопываю. Слышите, глухой-глухой звук. И вот так вот с язычком. Вот так вот дверь просто со звуком захлопывается. То есть мы слышим только как работает ручка и язычок срабатывает. То есть все. И мало ли когда там вечером надо не шуметь, кто-то отдыхает, ходишь спокойно уже, закрываешь эту дверь. То есть достаточно просто ручку наклонить, плотно прижать, слегка отпустить. И ты, как говорится, когда будешь ходить по комнате, никому не будешь мешать, хлопая этими дверями. На этом все. С вами был сайт Дом Мастер, который можно найти по адресу master.com. До свидания.